хаудихо друзья сегодня мы с вами продолжаем курс по питону и это уже седьмой урок в котором мы обсудим достаточно важную часть языка программирования питон которая касается циклов в этом уроке мы затронем только и только циклы и все что их касается но на данный момент все что вам нужно знать потому что не хочется объединять несколько сложных тем в один урок я лучше разобью это на несколько уроков потому что восприятие данных тем у вас может занять какое-то время и так что такое цикл я думаю легче всего вам это объяснить на примере помните когда мы делали следующий код в прошлом уроке то есть примеру тест true переменные у нас и пишем и в тест сделать какой-то код допустим вывести на экран что-то если мы запустим этот код на экран выведется что-то и так происходит как вы узнаете потому что условие выполняется но она выполняется то есть вот этот код выполняется только один раз то есть если условие выполняется а вот этот код будет исполнен лишь один раз циклы на самом деле нужны для того чтобы повторять исполнение вот этого кода несколько раз пока какое-то условие выдает истину сейчас я вам покажу что это значит первый цикл который мы с вами пройдем в питоне называется вайл пишется он следующим образом с английского переводится как пока то есть делаю что-то пока что-то и смотрите как записывается он точно в таком же формате как if то есть просто вместо и попишите вайл и пишите условия к примеру вайл тест сделать что-то примеру вывести на экран слово привет и смотрите что происходит при этом здесь же в цикле сделаем следующее тест равно false смотрите что произойдет он видит выведет просто слово привет то есть почему это происходит потому что в данном случае этот цикл будет повторять этот код до тех пор пока вот это условие будет равняться правде то есть в первом же исполнении мы ставим false и поэтому он только один раз исполняется давайте посмотрим на более интересном примере к примеру создадим переменную ай и нам нужно вывести к примеру цифры от 1 до 5 делаем вайл ай меньше равно 5 выводить на экран эту цифру при этом после каждого выполнения увеличивать на одну эту переменную если запустим как видите он выводит на экран 12 3 4 5 и как работает этот цикл давайте пройдемся поэтапно значит мы создаем переменную ай который присваиваем значение 1 пишем вот такое условие вайл то есть пока переменная ай меньше или равно 5 продолжай выполнять вот этот код то есть он повторяно запускает постоянно его и запускает пока вот это условие у нас выполняется и что происходит в самом теле цикла вот этот код называется в данном случае тело цикла он выводит эту цифру и увеличивает ее на плюс 1 то есть во второе исполнение в переменной будет уже хранится нет цифра 1 а цифра 2 и он опять проверяет условия примеру 2 меньше равно 5 и условия возвращает правду true и он опять исполняет его опять увеличивая эту переменную на 1 получается 3 он опять делает условие 3 меньше равно 5 да оно меньше равно 5 он опять делает этот цикл и опять увеличивает переменную на 1 дальше получается в переменной ай хранится число 4 и он проверяет опять 4 меньше равно 5 опять правда и он опять выполняет этот код присваивает опять плюс 1 к этой переменной и в ай у нас уже хранится 5 он проверяет 5 меньше равно 5 да 5 меньше равно 5 он опять выполняет этот код опять выводит на экран и увеличивает переменную ай на плюс 1 теперь уже на пятое исполнение в переменной i у нас хранится цифра 6. И он проверяет 6 меньше равно 5. И тут уже получается в результате не правда, а ложь. Потому что 6 не меньше и не равно 5. Поэтому здесь получается false. И while перестает исполнять этот код. Как видите, логика достаточно простая. То есть тут фактически как с if, только разница в том, что этот код исполняется постоянно до тех пор, пока это условие будет правдой. То, что мы здесь напишем. Я думаю понятно объяснил. И сейчас вы увидите на своих экранах задачку на закрепление того, что я вам рассказал. Как думаете, сколько цифр выведется на экран при исполнении этого кода? Хорошо подумайте. Можете поставить, как всегда, видео на паузу. Как думаете, сколько цифр выведется на экран? Я отвечаю. На экраны выведется 4 цифры. Если вы ответили точно так же, то отлично, вы хорошо поняли тему. А теперь давайте продолжим урок. И сейчас мы поговорим с вами еще про одну интересную вещь, касающуюся циклов. Как вы уже знаете, если код повторяется до тех пор, пока условие, прописанное в while равняется правде, то, используя это, можно создать цикл, который будет повторяться бесконечно. Каким образом? Можно написать while 1 равно равно 1 выводи на экран слово привет. Как видите, это не переменные, это константы, и что бы ни происходило, они всегда будут возвращать true. То есть это условие всегда будет правду возвращать, и в этом случае цикл никогда не остановится. Эта схема называется бесконечный цикл. Если запустим эту программу, она будет до бесконечности выводить на экран слово привет. Давайте сделаем, чтобы она выводила не слово привет, а, к примеру, цифру каждый раз увеличивающейся, чтобы мы видели разницу. i равно 1, вывести на экран привет, а через запятую переменную i, увеличенную на 1. И увеличиваем ее каждый раз, не забываем про это. Или можем написать уместный оператор, как мы уже знаем. И смотрите, перезапустим код. Так, получаем ошибку. Ну да, я забыл переконвертировать. Ставим конвертацию. Запускаем код. И смотрите, как видите, цифра постоянно увеличивается. То есть это бесконечный цикл. Он никогда не остановится, естественно, если вы его сами не остановите. И чтобы самостоятельно остановить цикл, вы можете либо закрыть консоль, либо нажать сочетание клавиш CETRAL-C. В этом случае исполнение кода будет принудительно остановлено. Теперь давайте поговорим о еще одной интересной конструкции в циклах, которая называется BREAK. Пишется следующим образом. И смотрите, зачем оно нужно. Что, к примеру, если вы, как и мы раньше создали, бесконечный цикл, но хотите остановить его все-таки, когда он достигнет какого-либо числа. К примеру, числа 50 тысяч, скажем так, или 10 тысяч давайте. Мы можем написать в теле цикла IF I равно-равно 10 тысяч и написать BREAK. Конструкция BREAK, вписанная в тело цикла, заставляет цикл принудительно остановить свое исполнение. То есть, заметьте, что останавливается не весь код, а именно этот цикл. То есть, если у вас какой-то код идет уже после цикла, как и в случае с IF, он будет тоже выведен. Допустим, выведем сообщение программа завершена. Запустим программу, и когда он дойдет до 10 тысячи, как видите, программа завершена. И как видите, он не вывел 10 тысячу. Чтобы решить эту проблему, можно просто написать не равно-равно, а, к примеру, меньше равно тысячу один или равно-равно тысячу один. Без разницы. В принципе, главное достичь цели. Запускаем, и он выводит 10 тысячу и говорит, программа завершена. Как видите, достаточно интересная вещь, используя, то есть, всего одну такую команду break, вы можете заставить цикл перестать исполняться в любом случае. То есть, вы можете какое-то условие всегда прописывать в цикле и останавливать его, если у вас это условие выполняется. И следующее, о чем хотелось бы рассказать в циклах, это команда continue. С английского переводится, как продолжить. И как работает команда continue? Значит, смотрите. Что, допустим, если у вас стоит задача вывести все четные числа в диапазоне от нуля до одной тысячи? В этом случае вы можете создать переменную number и создать цикл, который будет исполняться одну тысячу раз, а в его теле написать. Если текущее число не делится на два по модулю, тогда пропустить текущую итерацию, ничего не делать. Ну, а если все нормально, тогда вывести на экран четное число и выводим само число. Таким образом, мы получим вывод всех четных чисел в указанном диапазоне. Запускаем программу. И, как видите, получаем все четные числа в диапазоне от 1 до 1000. Естественно, 0 не будет проверяться, потому что и так известно, что это. Ну, как видим, результат у нас есть. Что, допустим, если хотели бы до 100 получить? Просто изменяем эту цифру в условии и запускаем. Как видите, получаем четные числа до 100. 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20 и так далее. Вот так мы и решили эту задачу. То есть, видите, с помощью Continuum мы можем пропускать текущую итерацию. Это бывает очень полезно, и об этом следует знать. Потому что бывают все-таки случаи, когда без Continuum просто не обойтись. Мы, кстати, могли написать реализацию и без применения Continuum, но я его использовал, чтобы показать вам, как это работает. А на этом все. Вы смотрели канал Хауди Хо. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok